Кусок бумаги с прямым краем, вот здесь вот прямой край, перегнули по прямой и сплющили. Перегибаю по прямой и сплющиваю. Всем понятно, что возникает? Не надо вам делать это. Достаточно одного листочка. Итак, все увидели? Листок бумаги перегнули по прямой и сплющили. Естественно, что у нас возникла такая картина. Возник угол и возник угол. Вот это вот, это, так сказать, тот угол, да? Замечательно. Теперь задача. Возникли два угла. Давайте отметим вот этот вот угол бета, а вот этот вот угол отметим альфа. Вопрос. Как найти один из этих углов, зная второй? Листок вот так вот сложили. Возник вот этот вот нижний угол, который называется бета, который, так сказать, в один слой. И возник угол, который в два слоя, который называется альфа. Вопрос. Какое есть соотношение между углами альфа и бета? Два альфа плюс бета, а вместо восемьдесят. Это два слоя. Это один слой. Итак, взяли источник бумаги, его перегнули. В результате возникли два угла. Альфа – это тот, который в два слоя оказался покрытый, бета – который в один слой. Какое есть соотношение между углами альфа и бета? При уменьшении альфа, при уменьшении альфа, это увеличивается. Как это строить? Ребята, говорит абсолютно разумную вещь. Но у меня здесь не очень ровно получилось реалистичное рисование. Господа, был прямой край бумаги. Что мы сделали? Мы взяли вот это и перегнули сюда. Что это означает? Это означает, что вот эти вот углы что? Равны. Равны. А теперь бета, альфа и альфа – это что такое? Сто восемьдесят градусов. Бета, альфа и альфа – это сто восемьдесят градусов.